и снова здравствуйте всем привет в этом ролике хотелось бы рассмотреть как сделать доктора фасилье из диснеевского мультфильма давайте попробуем его сделать итак будем делать опять же из болванки забрать так находим new сцен ждем подгружается и вот этой болванки давайте делать доктора фасилье рассмотрим его типаж и так сначала с чего начнем а начнем наверное с челюсти как обычно делаем симметрию ok ok кисточку чуть чуть побольше и вот чтобы шею не зацепить вот так вот вытянем и так подбородок есть теперь нужно наметить именно рот так и как то вот так вот здесь будут у него зубы так что нижняя губа будет где-то у тут что-то в таком духе мы погнали немножко под набросаем клэем и детализацию чуть-чуть поставим интенсивность чуть-чуть поменьше кисточку побольше и вот что-то здесь под накидаем вроде похожее на скулу вот эту или как она называется так вот таким вот образом и приподнимем ее чуть чуть-чуть к верху вот так вот так вот здесь тоже чуть-чуть приподнимем. Поднимем немножко вот эти части для глаз и чуть-чуть в бок уведем. Теперь вытянем нос. Как-то вот так побольше. И вот здесь сделаем как-то вот таким вот образом. Ну и поднабросаем клеем. Кстати все персонажи, именно диснеевские, у них общие черты лица. Где-то губы похожие, где-то какие-то детали у злодеев, а в основном ничего такого. Все базово у них по-моему компонуют с разных именно персонажей. Так вот нос чуть-чуть здесь все выгладим. Веки тоже все повыглаживаем, чтобы было лучше понятно, где что делать. Так смотрим, что у нас с подбородком. тоже его так вот выглаживаем. Вот эта часть нам тоже нужна гладкая. И челюсть. Вот челюсть теперь именно драйвом и клеем. Чуть-чуть здесь определим. Она у него вот так вот ровная. Ну и опять же шифтом все это дело выгладим. Ну вот что-то уже похоже. Теперь что делаем? Немножко ему фейс лица делаем поуже. Вот так вот как-то. Уши чуть-чуть повыше. Ну вот уже вырисовывается персонаж. Так теперь подбородок вминаем. Здесь делаем ровный как бы угол. Вот так вот. Вот таким вот образом. Так здесь значит будет зубы нужно флатеном пройти. Вот эту часть нужно флатеном заровнять. Вот так вот. Ну а теперь рисуем губы без клея драйвом. Вот эту верхнюю часть. Так и уходит она. Пардонте. Наверное ж он же будет улыбаться. Раз зубы будут. Ну что-то вот в таком духе. Вот так будет. Ну да. Здесь уже у него должны быть зубы. Вот как-то вот так вот. Так здесь вот у него уже они как бы вот так присутствуют. Чуть-чуть это дело тоже вдавливаем. Так вот эту часть еще дальше уводим. Делаем вот здесь еще больший надрез. Вот до нижней вот этой губы. Вот здесь у него прореха в зубах. Ну и накидываем вот эту вот губу нижнюю. Вот так. И ее нужно здесь вот провести. А потом оформить. Сделать вот как бы здесь уже. А здесь потолще. И вот эту губу тоже. Здесь шифтом прибраться немножко. Ну вот такая штука. Так. Теперь смотрим на подбородок. Подбородок теперь нужно вниз его как бы вот так увести. Шею сделать ему потоньше. Заднюю часть вот так. И черепушку поменьше. Ну здесь вот так приподнять. Так. Скулы здесь сделать побольше. Сейчас будем уже корректировать именно внешность. Ну вот набросок нормальный получился. Так. С носом вроде все нормально. Так. Вот чуть-чуть потолще наверное вот так. Вот. И чуть-чуть как бы под низ. Здесь губу нижнюю вытаскиваем вперед. Вот так вот. И расширяем. Делаем ее ровной. А здесь вот чуть вминаем. Вот так вот. Так. Эту приподнимаем часть. И оформляем флаттеном. Так. Кисточку поменьше. Можно опять же пользоваться шифт колесико. Вот так вот прибавлять. Уменьшать. Нужно попривыкнуть к этой штуке. Все забываю за нее. Теперь флаттеном нужно зубы чуть-чуть подсаманить, выровнять, выгладить вот так. Эту часть губу делаем толстую. Как у негра. Вот так. И можно поднять вот эти части. Так. Вот так. А эти чуть-чуть припустить. И поднадуть. Так. Теперь поработаем, пока отвлекемся от губы вот с этой частью, чтобы не забыть. Здесь она дальше у него прорезана. Вот так вот. И вот здесь между носом у него зазор. Вот так. Во! Уже более-менее нарисуем теперь губу нижнюю вот эту. Вот так. Оформим сразу челюсть. Ну и нужно губу тоже флатаном пройти и зубы вот эти отбить. Так. На губу проходим флатаном. Вот так. Так. Вот эту часть тоже флатаном попроходим. И немножко нужно как бы вдавить ее. Вот что-то в этом духе, наверное. Так. Где-то челюсть у него выходит такая массивная. И немножко нужно ее как бы, наверное, квадратом сделать. Флатаном опять же проходим. здесь поровнее. Здесь снизу тоже чуть-чуть официальнее сделать. Так. Ну вот что-то в таком духе. Так. С боков шею тоже делаем потоньше. Она ему толстая не нужна. и вот эти части они же опускаем у него шея, у него длинная переходящая потом в грудь. Вот что-то в таком духе. Во. Вот теперь вроде как он. Скажите, как его зовут? Так. Ну и здесь чуть-чуть подровняем, чуть-чуть оформим. Где-то чуть-чуть тоже флатаном пройдем, чтобы форма более-менее нормальная была. Все равно потом с телом стыковать. Ну, чтобы как сказать внешний вид был. Так. Лодочкой пойдет. Что теперь у него с чайником получается? Так. Сначала еще зубы давайте дооформим. Шрифт колесико кисточку поменьше. Здесь у него получается вот так. И теперь кисточку побольше и массы поднакидаем. Ну, оформим, что это типа зубы. Выгладим без этого. Вот так. И немножко флатаном еще. дооформим вот эту трещину с боков вот так подрежем. Теперь кризом можно больше разрез сделать. Так. Здесь тоже разрез побольше, чтобы его видно было. А здесь шифтом. Так. Здесь тоже шифтом. вот так как-то. Разбираемся теперь с чайником у него. этот чайник. Так. Здесь у него волос будет. Так. Так уже здесь чтобы скулу было видно. Глаз значит чуть-чуть вдаль уводим. Вот так вот. Здесь можно опять же дооформить немножко флатаном. и сделать как бы угол. Что-то в таком духе и немножко вот эту часть при поднятии вперед вывести. Так. С чайником почти разобрались. Чайник у него где-то такой и выходит. Все выглаживаем чтобы гладко было. Ну а теперь с ушами давайте разбираться какие у него уши. Так. Это вдаль уводим. Делаем опять же надрез вот этот над ушами. И немножко это дело все уводим вот туда вглубь. Теперь уши делаем вот так потом делаем вот так и вот так как бабочкой. Так. Это вот сюда уши у него маленькие. Так. И немножко торчащие. Так. Давайте сверху вот так. Вот. Что-то в таком духе. теперь драйв через альт. Давайте вот так чуть-чуть углубимся. Шифтом немножко выгладим. И вот здесь вот нужно сделать порезку. Так. и скулу как бы можно вот так вот дооформить. Так. Надрезаем теперь здесь вот дооформим нос. Вот так. И вот как бы над глазами вот такие вот мешки сделаем. Следом что у нас получается нужно глаз сделать. Глаз можно сделать выемку и допустим вставить в ZBrush. Ну давайте здесь сделаем. Вот так вот потихоньку рисуем. Чтобы получился глаз под разными углами. Не спешим никуда чтобы он глаз был классный у нас. Так. Ну и глаза у него конечно чуть-чуть побольше. Вот так. И вот так. Как бы. Ну и можно вот эту часть наверное чуть-чуть еще поддавить. Эту часть чуть вперед подать. И надрез делаем здесь повыше. Вот так. Вот теперь включаем драйв и без клея кисточку побольше и накидываем вот так вот массы в одно место. Вот так вот. Глаза чтобы выпуклые были. И пройдемся точно так же вот здесь вот по этой части под накидаем. Не рисуйте а просто кисточкой нажимайте в разных местах и вот она поднимает где порезка была. Вот это мне нравится именно скульпту с альфа шестой. Еще раз здесь вот снизу поднакидать и шифтом немножко выгладить. Теперь вот можно провести верхнюю часть вот так и сзади чуть-чуть шифтом вот так прибрать. Так что еще опять же флаттеном немножко подкорректируем вот эту часть так вот вот эту верхнюю так нос у него здесь именно потоньше у нас тогда будет еще побольше так вот здесь шифтом выгладить чтобы лишнего ничего не было и вот так глаз еще наверное вбок во ну вот теперь уже классно следующий этап это драйв клей и дорабатываю вот эти какие-то детали только интенсивность поменьше ставьте через альт можно допустим вот здесь чуть-чуть попроходить шифтом выгладить нос чуть-чуть нос поднакидать так что еще можно сделать ну здесь какие-то части поднакидать и альтом чуть-чуть пройти и шифтом потом пас прогладить так как так так что еще ну челюсть тут можно побольше поднакидать и шифтом опять же загладить так челюсть нужно все-таки вытащить наверное побольше так и повыше как бы поставить да вот таким вот образом подбородок чуть-чуть чтобы более-менее плоский был но большой вот так и вот эту часть можно даже еще как бы на вниз подать вот таким вот образом так а вот эту часть немножко вот так и вот так вот два нос немножко приподнимаем и вот эта часть у него носа плоская и здесь углом как бы тоже так что у нас тут еще нужно вот эти части больше сделать это это уже без клея вот так а вот здесь вот клеем уже вот эту складку поднакидать она тут очень нужна и в тему будет вот так побольше интенсивность теперь можно вот таким вот образом их шифтом все это дело опять же подкорректировать так флаты нам теперь здесь вот управляем тут еще шусы будет сам тоже нужно придать внешний вид и вот эту часть кромку приплюснуть так что еще можно сделать нужно чуть-чуть так вперед подать нос немножко вздернуть ну вот уже нормально рисуем теперь брови так это уже можно драйвом клеем и кисточку чуть-чуть поменьше тут теперь от мимики брови зависят если он удивляется или как-то то у него полукруглые будут вот эти дуги если злится допустим но как бы так они должны подняться так ну так их пока и оставим чуть-чуть смягчим переделать никогда их не поздно ну и грабом немножко как бы до оформить так так ливи так вот эту часть наверное чуть-чуть все-таки вперед подать ну да так так что еще у него с головой у него вот эта голова лоб очень повыше так вот так наметим давайте так с ушами точно тут давайте выше поднимем во и теперь накидаем немножко вот этот типа кант где будет идти у него именно волос вот как-то вот так 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 и вот так здесь у него будет волос здесь теперь клейм чуть-чуть вот так можно оформить волос делать можно именно уже отдельно с обтулом в зебраж ну как болванки то тут вообще болванки хорошо делаются здесь вот у него должно как бы вот здесь вот кудрявиться вот эта часть можно клей убрать и как бы так интенсивность поменьше и вот так как-то вот таким вот образом здесь у него кучеряшки идут там отдельно можно делать уже смотреть как прическа у него но я хочу под шляпу это вот так и надо флатаном все-таки немножко затылок довыглаживать главное что посмотрели типаж лица так что у нас тут тут нужна порезка вот так вот раз и вот сюда потом потом здесь тоже флатаном можно так погладить немножко опять же порезать сюда тоже что-то в таком духе давайте добавим фляпу фляпу если вам будет интересно расскажу как ее сделать так импорт кости add object и будет сейчас две шляпы вот зачем они не две ctrl z отключаем теперь симметрию окей и импортируем сюда шляпу теперь грабом шляпу ставим на персонажа где-то вот так вот наверное так немножко развернем ее вот так ну вот уже нормально и подкорректируем control и вот эти части головы это уже глобал отключаем граб берем и можно грабом вот это все убирать так теперь немножко с волосом разобраться эту часть приподнять это тоже чуть-чуть вывести вперед вот так здесь чуть-чуть у него волос побольше ну вот такой получился персонаж так control и так что тут еще можно сделать давайте еще попробуем вот так вот перевернуть и теперь global ну где-то вот так можно поставить что-то в таком духе control и так вот эта часть тоже мне нравится давайте шифтом погладим теперь клэем немножко поднакидаем и кризом немножко порежем вот так вот вот такая болванка доктора фасилье получилась так тут теперь можно немножко дотянуть так у него тут идет черепушка и вот эта шея чуть-чуть наверно вот потоньше ну вот доктор фасилье все всем пока до свидания если вам будет интересно может быть сниму как сделать полностью персонажа именно и поставить его в позу даже все всем пока до свидания до свидания Продолжение следует...